ну что прошли у нас еще двое суток сказать давайте начнем вот я приготовил большую колбу для того чтобы потом восстановить поваде восстановить это громко сказано я вам покажу один приемчик очень-очень интересный на мой взгляд а сейчас берем шприц и начинаем откачивать вот шприц и раствор вы видите он вполне себе коричневого цвета ну сильно разбавлены восстанавливать из такого состояния ну просто нереально не имеет никакого смысла этот раствор вполне себе платинового цвета и палладиевого цвета ну давайте начнем все дальше уже не получается но теперь значит делаем фильтрацию и все будет готово так отрывать я буду на бумажный фильтр синяя лента как я уже говорил синяя лента наиболее качественная фильтрация обеспечивает ну ребята это далеко не конец это только начало наверное это я выделю в отдельный ролик и сейчас замутим очень интересную штуку это сродни как он по фокусу так сказать наверно волшебству шучу конечно это все наука вот это у нас жареная сода жареная сода как его делать все знают кто не знает найдите карбонат натрия называется вещество карбонат натрия делается из обычной соды домашней пищевой сейчас значит мы это дело гасим все вот этой жареной соды приступим походу буду рассказывать может быть обязательно закрываем не дышим ни в коем случае кислоты здесь не очень много я даже искал мало значит все произойдет довольно быстро добавляем посуду берем большую потому что в какой-то момент пены может оказаться много шиколку рядом по собой поставить чтобы сбить пену если она пойдет сейчас то есть сейчас выделяется газ сам по себе не давит но он несет с собой пузырьки не пузырьки аэрозоль мельчайшие капли раствора поэтому мягко говоря это вредно здесь всем хорошо все видно давайте проверим что там у нас получается подтяжем уже нейтрально ну значит еще чуть-чуть мы будем ну вот мы достигли результата видите раствор не и вот так вот видно хорошо появилась вот такая здесь это не что иное как гидрат палладия сейчас мы еще значит туда в гоним еще щелочи потому что раствор получается достаточно желтый еще остается и потом потом будет самое интересное ну вот получилось то что должно было получиться ушла полная баночка вот такая из под соевого соуса для суши который приносит мы получили вот такой раствор насколько он щелочной щелочной видим видим нет он нейтральный то есть около пяти может быть давайте посмотрим такой слегка зелененький вот шестерка видите да то есть дальше уже пойдет совсем пятерка это нейтральный вот шестерочка прям чуть-чуть в чуть-чуть подходит ну ладно теперь значит ждем пока все это осядет но у нас еще есть у нас еще есть вот этот раствор тут уже последние капли буквально давайте дождемся дождемся его последняя капелька никак не хочет подать давай 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 ну вот знаете что у нас получилось на фильтре на фильтре у нас получилась вот такая шляпа тут все еще капелька свисает так считаем что это платина давайте этот растворчик сливаем тоже сюда надо же как-то его очистить теперь смотрите 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 ух пашу нас резко резко упал сейчас значит надо опять его догнать я думаю много не понадобится все раствор приобрел свою бледную окраску что же теперь чем же закончится наша эпопея и когда да похоже никогда она просто в какой-то момент остановиться и все так ну так вот сейчас это все оседает этот раствор мы сливаем но не выкидываем потому что в нем могут быть следы платины наверняка но можно выкинуть там следы так сказать то есть концентрация никакая можно знать перевести обратно в кислую среду обратно понижаете ph до красной зоны до четверки до тройки бросайте туда алюминий и восстанавливаете все что восстановится это по идее должна быть платино это значит потом осадок переносим маленькую колбочку и будет интересно довольно много этого осадка получается ну что пришло какое-то время видим раствор прозрачный достаточно здесь у нас белый осадок должен был быть конечно серый но видимо из-за концентрации он белый настал момент все-таки разобраться с этим палладием уже закончить вот наш раствор он отстоялся совершенно прозрачные чистенькие то что он абсолютно бесцветный говорит лишь о том что в этом растворе больше ничего нет того чего нас интересует не платины не палладием сейчас значит мы это дело откачиваем осадок переносим в маленькую колбу и делаем диво дивное чудо чудное так ну откачку показывать не имеет смысла поэтому пауза ну что мужики настал тот час отстаивать уже надоело ну так вот всего то тут получилось вот всего ничего сейчас мы помним у нас там ph щелочной поэтому готовим закрывашечку вот так вот колбочку ход и придерживаем и и теперь берем соляную кислоту но можно не соляную можно электролит автомобильной так и пипетка давайте отодвинем сторонку и погнали следите как говорится за руками сейчас мы погасим все это всю щелочь ну не щелочь а содовый раствор потусуем подождем маленьким так куда 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 вылезло фактически через край латку намочила ну давайте подождем схлынет маленько Смотрите продолжение в следующей части. Уже кислым должно быть уже где-то на подходе. Смотрите продолжение в следующей части. По каплям добавляем. И что мы видим? Ребята, мы получили раствор палладия. Чудо чудесное. Ну давайте еще чуть-чуть. Так, давайте контрольный замер сделаем. Тут должно быть кисло-кисло. Ну давайте еще для острастки капельку солянки. На всякий случай. Все, хватит. Ну что, мы имеем значит раствор. Как я думаю палладия. Хотя черт его знает. И сейчас это дело надо восстановить. Ну вот с палладием возиться я не буду. Я его сейчас просто зацементирую. Соединю его с другим палладием. И как бы вместе очистим его и восстановим другим способом. Ну вот как-то так. Чем же я буду цементировать? А буквально вот что есть под рукой, то и возьму. Это простая кухонная фольга. В среде соляной кислоты цементация фольгой проходит успешно алюминием в смысле. Ну с фольгой всегда есть проблема. Она не очень такая активная. Ну вот уже процесс начинается. И вот-вот начнется прям бурлеж с выделением осадка. Ну вот наверное на этом можно всю эту историю закончить. Ладно ребята. Если тут что-то у меня пойдет не так я вам об этом обязательно покажу. Потом когда закончится цементация я вам покажу тоже результат покажу. в виде фотографий или маленьких фрезочек. Комментировать уже больше нечего. Всем удачи. Богатых афинажей. Будьте здоровы. Пока. Ну что товарищи. Наконец-то эпопея закончилась. Вот наш палладий. Он здесь не пушистый. После цементации можно считать что он тут цельнометаллический. Поэтому считаем что все закончено. Теперь я этот палладий соединю вот с этим. И это будет наш один из следующих роликов по очистке и осаждению палладия. Как всегда доступными средствами. Ничего хитрого выдумывать не будем. Сделаем все без шума без пыли. Ну все на этом. Поехали. Поехали.